В эфире Лидского телевидения информационная программа события. В студии работает Алексей Водейко. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Музыкально и феерически в Лиде прошел благотворительный новогодний праздник. В преддверии Рождества и Нового года лидские медики организовали благотворительные акции. Игрушки с историей. Коллекция елочных игрушек семьи Сидун насчитывает более 300 экземпляров. 100 идей для Беларуси. В Лиде состоялся зональный этап одноименного республиканского молодежного проекта. Новый год на пороге, а значит время волшебства продолжается. Акция «Наши дети» традиционно будет поздравлять маленьких белорусов до середины января. Сегодня во Дворце культуры прошел благотворительный новогодний праздник «Новогодняя мозаика чудес». Мероприятие объединило свыше 500 юных личан. Все они яркие активисты, победители школьных олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, участники различных акций и фестивалей. Приглашения получили также дети из многодетных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Все они приехали со своими ожиданиями и желаниями, которые стали исполняться уже с первых минут. Пришла я, потому что очень много времени я трачу на участие в жизнедеятельности БРПО, БРСМ и принимаю очень много участия в разных конкурсах. Мне очень интересно, какой спектакль будет и вообще, что за представление. Очень мне интересно, радостно, что я пришла сюда. Я пришла сюда на праздник, который устроили для многодетных семей. Сегодня покажут, наверное, какое-то выступление. Мне интересно посмотреть, что сегодня будет. У меня очень хорошее настроение. Я из школы номер 5, города Лиды. Я пришла вместе со своими учителями. И мы сюда пришли, чтобы получить подарки за участие в конкурсах БРПО. Главное чудо ждало ребят в зрительном зале, где каждый смог окунуться в настоящую сказку. Для них была подготовлена новогодняя шоу «Фантазия» в тридевятом царстве в новогоднем государстве. Вместе с детьми радость наступающего праздника разделили председатель Лидского районного совета депутатов Инесса Белуш и заместитель председателя райисполкома Геннадий Владыка. Вы все для нас любимые. Вы любимые для своих родных и близких, потому что они вами гордятся, потому что вы уже имеете определенные успехи. Вы любимые для своих педагогов, потому что они раскрыли вас искру таланта и показали, что вы можете или бегать, или прыгать, или заниматься какими-то видами спорта, или просто дружить, правильно дружить, вместе дружить. Вы любимые для государства, потому что именно по инициативе государства и главы нашего государства, Александр Григорьевич Лукашенко, проводятся такие елки, для того, чтобы у вас было хорошее настроение. Участники праздника по сложившейся традиции получили сладкие подарки от Лидского райисполкома. Мероприятие получилось интересным и веселым и доставило ребятам много радости и веселья. Сегодня для детей была представлена сказка «По щучьему велению». К этой сказке мы начали готовиться уже в начале декабря. Процесс шел долгий, нужно было расставить все сцены, отучить все сцены. Очень большая часть хореографических сцен, где были задействованы хореографы, которые и делали эти все сцены. Сказка очень интересная, детям всем нравится. Вчера был первый день показа наших сказки, и он прошел на ура, как и сегодняшний день. Замечательно, сказки нравятся, люди идут, смотрят с удовольствием. Сотрудники Лидской центральной районной больницы накануне Рождества и Нового года проводят благотворительные акции «Подари подарок детям» и «Подари подарок пожилым людям». Они организовали сбор игрушек, канцелярских товаров, сладостей, средств личной гигиены и других необходимых вещей. Акции направлены на оказание помощи детям-отказникам, которые сейчас находятся в больнице, детям, оставшимся без попечения родителей и одиноким пожилым людям. Цель нашей акции – это подарить заботу и внимание тем людям, которые больше всего в них нуждаются. Другая же цель – это напомнить нашему обществу, что есть такие люди, которым нужно это внимание. Когда мы организовали эту акцию, мы не думали, каких масштабов она достигнет. Сначала люди приходили по одному, кто-то нес один подарочек, два. Но со временем люди начали приходить целыми коллективами нашей Лидской центральной районной больницы. Медицинские работники центральной районной больницы не забывают и о своих пациентах. Они создали в учреждении здравоохранения праздничную атмосферу. Нарядили новогодние елки, украсили отделение. В ход пошли не только яркие гирлянды и новогодние игрушки, но и украшения, сделанные своими руками. В этом году тоже постарались украсить отделение. Традиционно это новогодняя елочка. Также у нас еще есть, там дальше стоит в конце фотозона, для того, чтобы можно было детками сфотографироваться. Все делаем с подручных материалов. Где-то в магазине что-то приобретали, кто-то из дома что-то принес. Мы хотим подарить новогоднюю сказку нашим пациентам, а также и себе. Инициатором всей этой красоты является наша сестра-хозяйка нашего отделения, Анацка Ольга Алексеевна. Она выбирает тематику, изготавливает новогодние декорации, потом украшает. Мы присоединяемся, тоже преподносим ей новые свои идеи. Елочные игрушки. Без них не обходится ни один новогодний праздник. Сегодня магазины предлагают большой ассортимент украшений для лесных красавиц. Чаще всего это игрушки из пластмассы, дерева, пенопласта, бумаги и других материалов. А вот семья Сидун ежегодно в своей квартире наряжает ретро-елку. Ее многие украшения имеют почтенный возраст и богатую историю. И самое главное, все они изготовлены из стекла. О хрупкой ретро-коллекции расскажет Вероника Левдорович. Наряжать елку – одна из главных традиций в семье Сидун. Новогоднее дерево получает прописку в квартире с середины декабря. И с этого момента для домочадцев начинается самое интересное время. Главный символ новогодних праздников украшают на протяжении нескольких дней. Найти свободное место на елке нелегко, она полностью увешана игрушками. Каждая часть коллекции – главы семьи Сергея Сидуна. Она насчитывает более 300 экземпляров. И все это стеклянные игрушки советского периода. Идея коллекционирования пришла не сразу. Поначалу я просто хотел вернуть на елку те игрушки, которые врезались мне в память в детстве. Те игрушки, которыми украшали елку моя бабушка, моя мама. И потихоньку, по мере этого, я изучал разные материалы, изучал историю создания игрушек, технологию производства. И как-то втянулся, и появилось такое хобби. В ретро-коллекции Сергея Сидуна – новогодние игрушки из разных серий. Кроме разноцветных сверкающих шаров, прописку на елке получают герои известных сказок. Животные, птицы, рыбы, насекомые, овощи, фрукты, фигурки космонавтов и другие. Некоторые елочные раритеты на прищепках. Многим игрушкам в коллекции более 60 лет. Есть среди них и те, которые особенно дороги коллекционеру. Они связаны с самыми теплыми воспоминаниями с детством. Безусловно, самые ценные для меня игрушки из моего детства. Вот я помню игрушку «Девочка на прищепке», «Старичок». Вот этими игрушками елка наряжается уже четвертое поколение, уже мои дети. А еще покупались они при моей прабабушке. Коллекция елочных игрушек Сергея Сидуна пополняется не только в канун праздников. На протяжении года родные, друзья, коллеги, знакомые радуют ее владельца новыми украшениями. Некоторые хрупкие экземпляры Сергей Сидун покупает на аукционах или у других коллекционеров. Каждой игрушкой он дорожит, ведь если она разобьется, найти вторую такую же очень трудно. Поэтому детально изучив историю советской новогодней игрушки и ее производства, Личанин решил самостоятельно реставрировать елочные украшения. Сначала коллекционер разрабатывает план по реставрациям, потом подбирает материалы и лишь тогда приступает к делу. Процесс восстановления кропотливый и длительный. На одну игрушку может уйти от недели до двух. Старые игрушки эти при производстве, такой нюанс есть, со стекла не снимали напряжение. Игрушка может лежать и лопаться сама по себе. Некоторые игрушки, которые у нас разбились, я ищу 2-3 года, и они мне не попадаются. Даже рассматриваю ради интереса аукционы и в Белоруссии, и в России. Стараюсь каждую игрушку восстановить, подобрать материалы, цвета, чтобы они соответствовали тому периоду. Практически каждая игрушка приходит с повреждением трубочки. Вот могу даже показать на примере вот этой игрушки. Надо восстановить трубочку, восстановить форму игрушки. Затем уже этап покраски происходит. Ну и каждый этап занимает порядком времени. Увлечение Сергея Сидуна поддерживает вся семья. Дети с интересом расспрашивают про ту или иную игрушку, слушают истории, связанные с ней. Супруга Сергея, Алена, участвует в пополнении коллекции. А иногда дает советы по реставрации игрушек. И очень надеется, что семейная коллекция будет пополняться и передаваться из поколения в поколение. И ей еще долгие годы будут украшать новогодние елки. Я бы хотела, чтобы наши дети тоже, они интересуются, конечно, этой идеей, но в дальнейшем, чтобы они тоже поддерживали традицию в нашей семье. Собирали игрушки, продолжали коллекцию папиных игрушек. Вот и чтобы наша традиция жила. В новогодние и рождественские праздники принято загадывать желания. Дети в этой семье уже отправили письма Деду Морозу и ждут долгожданные подарки. Сергей Сидун в сказочного старика уже давно не верит. А вот в том, что чудеса иногда случаются, он убежден. А поэтому будет очень рад, если в новогоднюю ночь под лесной красавицей найдет редкую елочную игрушку советского периода. В Лиде состоялся второй этап 13-го республиканского молодежного проекта «100 идей для Белоруссии». 13 молодежных проектов представили участники из Воронова, Мостов, Щучина и Лиды. В номинациях «Энергетика и энергоэффективность», «Агропромышленная технология и фермерство», «Промышленная и строительная технологии», «Здравоохранение», «Химические технологии и нефтехимия», «Информационно-коммуникационные технологии», «Экология», «Национальная безопасность и защита от чрезвычайных ситуаций», «Общество и социальная сфера» и «Лучшая бизнес-идея». В этом году участники проекта были представлены в трех возрастных категориях. Среди них учащиеся школы-колледжей, студенты и курсанты вузов, молодые ученые и работающая молодежь. Наш проект называется «Сухие шампуни-пудры» на основе растительного сырья для борьбы с сиборейным дерматитом. Мы исследовали различное сырье, отбирали различные компоненты и изготовили свой шампунь для борьбы с перхотью. Мы рады, что находимся здесь, и наш проект, мне кажется, очень помог бы развитию экономики страны, потому что такого нет в мире, именно от перхоти сухих шампуней. Поэтому это какое-то новшество, и мы рады его изготовить. Проект «Сто идей для Беларусь» реализуется Белорусским Республиканским Союзом Молодежи совместно с Министерством Образования, Национальной Академией Наук Беларуси и Государственным Комитетом по науке и технологиям в целях активизации инновационного мышления молодежи, привлечения ее к решению задач социально-экономического развития страны, стимулирования гражданских инициатив и реализации инновационных проектов и научно-технических разработок. Впервые молодежный проект «Сто идей для Беларуси», организатором которого является Белорусский Республиканский Союз Молодежи, объединил молодых изобретателей со всех уголков страны в 2011 году. Сейчас его можно уже смело назвать традиционным. В этом году проект пройдет в 13 раз. Основная цель проекта неизменна – это оказать помощь в продвижении молодых инновационных проектов и научно-технических разработок. Организаторы традиционно предлагали принять участие в проекты юношам и девушкам в возрасте от 14 до 31 года, а также молодым ученым до 35 лет. В этом году зональный этап Республиканского молодежного инновационного проекта «Сто идей для Беларуси» пройдет у нас в городе Лида. Сегодня в государственном учреждении Лидско-историко-художественный музей молодые таланты смогут не только презентовать свои разработки, но и познакомиться друг с другом, обменяться полезной информацией, опытом. По итогам зонального этапа Республиканского молодежного проекта «Сто идей для Беларуси» лучшими были названы разработки Анны Юч из Мостов, Ксении Беликовой из Воронова, Никиты Хваль из Щучино. Не остались без внимания и работы литчан. В число победителей вошли учащиеся первой литской школы Сергей Корнило, Артур Агановский и Матвей Радевич, Диана Дудко из 16-й школы имени Петра Машерова, Денис Мохнач и Софья Ридель из гимназии номер один города Лиды и учащиеся литского колледжа учреждения образования Гродненский государственный университет имени Янки Купалы Ян Подвойский. Мой проект – это протез руки на основе пневматической системы. Она работает на взрослом воздухе и является в трансиве металлическим тяжелым конструкциям, которые сейчас используются для производства протезов. Эта система более облегченная и более дешевая для производства. Сейчас наш проект – это исследование анистров. То есть анистры – это суперконденсаторы. Они помогают нам, как-то улучшают нашу жизнь, помогают нам быту. И также они решают проблемы экологичности. То есть они менее загрязняют природу, нежели чем аккумуляторы. И тем самым мы можем улучшить нашу жизнь. Тема нас это заинтересовала, потому что действительно нам показалось это хорошей заменой стандартным аккумуляторам, которые используются практически везде. И действительно эти анистры, они даже лучше будут в некоторых моментах. К другим темам. Житель Лиды прихватил забытую на лавочке женскую сумочку и за соблазн ответил перед законом. Как сообщили в местной прокуратуре, инцидент произошел еще летом. К правоохранителям обратилась литчанка, которая, провожая на такси знакомого, оставила свою сумочку на скамейке у подъезда. Спустя пару минут девушка вернулась за ней, однако вещи уже на месте не было. Сумма ущерба, по словам хозяйки, составила 345 рублей. О том, кто взял беспризорную сумку, помогли и понять камеры видеонаблюдения. Чужое присвоил 25-летний безработный горожанин. Парень заметил забытую вещь на лавочке, но не сообщил об этом куда следует, а забрал ее. Его действия квалифицировали по статье «Кража». На основании санкции части 1 ст. 205 Уголовного кодекса судом Литского района обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год. Вместе с тем, с учетом того, что обвиняемый впервые осуждался к лишению свободы за совершение преступления, возместил имущественный вред, на основании частей 1 и 2 ст. 78 Уголовного кодекса суд постановил не приводить в исполнение наказания, если осужденный в течение испытательного срока в виде одного года не совершит нового преступления и будет выполнять возложенные на него обязанности. Приговор вступил в законную силу. Правоохранители напоминают, что найдя вещь или деньги, не стоит забирать себе находку. Если неизвестно, кто потерял имущество, вы обязаны заявить о нем в милицию. Если же забытую вещь обнаружили в общественном месте или транспорте, сообщите в инфоцентр, администрацию, либо водителю. Безопасный Новый год. В преддверии праздников традиционно возрастает спрос на пиротехническую продукцию. В эти дни на витринах разнообразие салютов, фейерверков, петард и хлопушек. Работники МЧС напоминают о важности безопасного обращения с пиротехникой. Для этого спасатели посещают места продажи новогодней атрибутики, проводят профилактические беседы, конкурсы и викторины. Запрещено держать зажженные изделия в руках, пиротехнические изделия. Ни в коем случае нельзя направлять пиротехнические изделия на людей, наклоняться над пиротехническими изделиями. Чтобы новогодние праздники прошли без происшествий, необходимо использовать только сертифицированную продукцию. При этом правильно выбирая место для фейерверка – открытые площадки вдали от жилых массивов. А вот при сильном и порывистом ветре запуск салюта категорически запрещен. И прежде чем стрелять, следует внимательно изучить инструкцию. Пиротехнические изделия допускаются запускать на расстоянии не менее чем 30 метров. Если фейерверк не сработал, ни в коем случае не пытайтесь зажечь фитиль повторно. Пиротехнику запрещено покупать детям младше 16 лет. В жилых помещениях допускается использование пиротехники только первого класса опасности. Как правило, это бенгальские огни и хлопушки. Уважаемые родители, хотелось бы обратиться к вам. Объясните своему ребенку, что пользование пиротехническими изделиями может привести к различным травмам. Оторванные фаланги пальцев, поврежденные конечности. Много уже было таких случаев, поэтому в очередной раз напоминаю вам, объясните ребенку, что пользоваться пиротехническими изделиями запрещено. И на этом наш выпуск завершен. В связи с проведением профилактических работ в четверг, 28 декабря, программы Лидского телевидения в эфир не выйдут. До встречи в пятницу в 19 часов на Лида ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова